Из программы стимулирования развития жилищного строительства, которая была утверждена областной администрацией в 2010 году, по которой мы работаем, там в этой программе стоит вот эта вот северная земля, град. Сегодня по проекту планировки там выход 720 тысяч квадратных метров. Это порядка 205 это индивидуальные жилищные строительства, 48 тысяч это многоэтажные жилищные строительства и еще там 200 с чем-то это таунхаузы небольшие. Для того, чтобы эта программа сработала, программу стимулирования нам установили, на эту тему мы обсуждали, когда мы отчитывались на жилье в шахтах, нам в следующем году нужно знать 299 тысяч квадратных метров. Вот по этому году 196 тысяч квадратных метров, к сожалению, по отчету на 1 июля мы сдали только 33 тысячи квадратных метров. Конечно, у нас вся сдача в основном идет во втором полугодии, но вот констатируем такой факт, но программу реализовать можно. И вот когда мы посмотрели по этим северным горелкам технические условия и затраты, которые необходимы для того, чтобы этот район мог как бы жить, потому что мы специально вот отчитываемся, и завтра я буду, я знаю, совмещение у губернатора, и губернатор требует, а сколько земельных участков мы предоставим в рамках этой программы многодетным семьям. Я справочку дал. Ведь предоставить сам земельный участок, мы в министерстве это говорили, это, в общем-то, небольшая проблема. Мы буквально месяц назад, Александр Ильич, утвердили проект планировки, проектные желания. Эти документы мы в Министерстве имущественных отношений передали. Сегодня можно нарезать земельные участки, предоставлять многодетным семьям. Но это нужно делать правильно. Дело в том, что семья придет, получив земельный участок, мы видим, что сейчас по России творится, какие-то там земельные участки, но если там нет сетей, если там нет дорожной транспортной инфраструктуры, то, безусловно, жить они там не смогут. В этом плане, вот только по этому району мы посмотрели на вруски, по водопотреблению 5,3 тысячи кубов в сутки. Мы посмотрели с водоканалом, что нужно построить для того, чтобы обеспечить воду. А там от Овиденского водозабора нужно поставить станцию подкачки первого и третьего подъема, реконструировать водовод, 1400, кажется, существующий, КНС-4А, и построить коллектор 9,5 километров, 600. По водоотведению мы посмотрели, нужно построить две КНС-ки, две КНС-ки, резервуары, ну, в общем, посчитали объем где-то по газоснабжению, по энергоснабжению, там чуть ли не 20 грамм, порядка миллиардов, круг разных всяких риэлторов, которые постараются у них за бесценных эти участки скупить. В Белгороде сделали фонд, и этот фонд выделяет деньги, выделяет земельные участки по принципу видимого окна, заплатил 15 тысяч, и выделили земельный участок, но ты его не можешь перепродать, или тебе разрешат его перепродать с учетом компенсации рыночной стоимости земельного участка, с учетом затрат на инженерную инфраструктуру. Просто я боюсь, что вот уже сегодня 550 семей многодетных туда заявилось, и тысяча, что у нас зарегистрировано, если мы начнем выбирать на земельные участки, их просто там будут обманывать и перекупать на земельные участки. Я просто хотел шахту сказать.